Ну и что ж ребятки, а перед началом этого видеоролика я бы хотел вам посоветовать канал Славика Тракториста. Да, так канал собственно и называется. На данном канале Славик Тракторист выпускает ролики по прохождению игры Fear и по прохождению игры Painkiller. Ну и собственно что я могу отметить, все его ролики в хорошем качестве. Звук, ну хороший звук по сравнению с моим он даже неплохой, потому что мой звук говно. Я это знаю, как я набрал такое количество подписчиков я без понятия. Поэтому обязательно подпишитесь на этого чувака и давайте сделаем ему небольшой сюрпризик. Давайте сейчас все кто смотрит этот видеоролик зайдут и подпишутся на него и наберем ему 60 подписчиков. Я думаю мы это сможем сделать, это будет такой рейд на канал. Подписывайтесь и оставайтесь на его роликах. А мы переходим к ролику. Роликах, ролику. Погнали. Ну что ж ребятки, всем привет дорогие друзья. С вами снова я Дэн и это у нас новый топ 5 игр для слабых ПК. Вот видите ребятки, все работает, все, все, все работает на вас. Если вы ставите много лайков, выходит быстро новый топ. Для моего канала через 2 дня выйти новому топу это относительно быстро. Поэтому если под этим видеороликом также за 2 дня соберется 150 лайков, то я непременно выпущу новый топ уже через 2 дня. Ну что ж ребятки, многие правильно угадали, многие правильно нашли всех персонажей, но многие ошиблись. Но я эту ошибку не засчитаю. Многие писали Бэтмен, когда это не Бэтмен, а Рыцарь Архема. Но я посчитал на то, что не все играли в последнюю часть Бэтмена и не все знают. Поэтому ребятки я добавлю все комментарии, где написано Бэтмен тоже. Потому что, ну, вы может быть просто не знали. Поэтому ребятки я на вас не обижаюсь, вы на меня не обижаетесь тоже. В данном видео, чтобы попасть в лучшие комментарии в следующем, вам надо будет найти 3 женских персонажей. Одна из них ребятки актриса, а две остальные это персонажи из игр. Вот, поэтому я думаю это будет для вас очень легко, потому что одна из этих, вернее, это актриса очень популярная, а персонажи из игр тоже популярные. Поэтому я думаю вы на изи найдете и уже все попадут в топовые комментарии. Ну и что ж, не буду вас больше задерживать, погнали к ролику. Ну и что ж, ребятки, а на пятом месте у нас игра под названием Dark. Данная игра вышла в 2013 году и эта игра представляет собой стелс-экшен с элементами RPG. Вы будете играть за роль охотника-вампира, вы будете нападать на своих врагов из тени и убивая их, все, короче, тихо, да. Вот с этими вампирскими всякими укосами, кровью, короче, это прикольно. Собственно, запутанный сюжет этой игры приведет вас в самое сердце мира, крови и тьмы, в котором охотники сам сможет стать жертвой. Побеждайте других вампиров, развивайте своего героя и изучайте уникальные умения. Я люблю игры, в которых есть элементы RPG, это просто офигительно. Я поэтому люблю и Dying Light и всякие такие игры типа вообще полностью RPG, потому что можно развивать персонажа. Это же просто офигенно. Поэтому обязательно скачивайте данную игру и играйте. И многие говорят в комментариях и в ВК мне пишут типа, а почему игры не до такой степени для слабых ПК? Ребят, потому что, ну, может, хватит игр прям для ведер. Но я, конечно, могу сделать еще один топ прям игр, прям вот таких вот прям отвратительных. Но вот эта игра пойдет на слабом ПК, но не на полене. Поэтому обязательно скачивайте, если у вас не полено. А если полено, то я не знаю, что. В этом топе есть игра, которая пойдет на полено. Ждите. Я предупрежу. Ну и что ж, ребятки, вот это игра для полена. Данная игра называется Чукчи или Чаки. Это, наверное, Чаки, да. Я, как понял, вы будете играть за курицу. И в данной игре вам предстоит уворачиваться от циркулярных пил, шипов и других смертельных ловушек, чтобы спасти своих братьев-куриц. Да. Восстать против злого доктора Барингон... Б-б-б-б-б. Я думаю, сюжет завинчивается возле такой истории, да. Одна из куриц... Это я придумал сам. Не судитесь строго. Одна из куриц, собственно, попала на гриль. И ее хотели приготовить. И приготовить ее хотел именно вот этот доктор Барингтон. Барингтон, да. И, собственно, она чудесным способом убежала, достала где-то пулемет и, короче, начала мстить. А, и накачала еще бицепсы. Я вам просто рассказываю вкратце сюжет. Он не такой. Так вот. И, короче, она собрала армию куриц и они сейчас будут бить этого доктора. Да. На самом деле сюжет не такой. Но игра интересная и прикольная, поэтому я всем советую мне поиграть. Я не знаю, в каком году она вышла, но всем советую. Ну и что ж, ребятки. А на третьем месте у нас Need for Speed Underground 2. Данная игра вышла в 2004 году от компании Electronic Arts. Собственно, в данной игре есть риск, скорость и все остальное. Но это, собственно, офигительная гонка, которая пойдет на ультра-слабый ПК. Я отвечаю. Вот на моем ПК она идет в максимальных настройках с хорошим фпсом. Игра вышла давно. Требования игры понравятся любому. Графика в игре тоже неплохая. Довольно большой автопарк машин и довольно интересная сюжетная линия. Ну, в принципе, в гонке сложно сделать сюжетную линию. Но тут она есть. Но, короче, я думаю, сойдет. Потому что гоночки, как и для меня, они сделаны только для того, чтобы убить время. Это время-убивалка вам просто понравится. Потому что она очень крутая, прикольная и затягивающая, да. Она как спиннеры. Вот я купил, уже 3-й день кручу без остановки. Между прочим, сейчас тоже сижу кручу. Поэтому обязательно скачивайте эту игру. Это лучше, чем спиннеры. Погнали ко второму месту. Простите, чтобы он мешал. Блядь! Блядь! Так, нажать на нее. Блядь! Ну что ж, ребятки, собственно, данная игра называется Outlast, да, я думаю, вы скажете мне, братан, она не для слабых ПК, я знаю, она не для ультра слабых ПК, она подойдет для ПК, ну, с Intel Core 2 Duo и с 4 гигами оперативной памяти, я думаю, она у вас пойдет на слабых настройках в среднем разрешении, то есть 1024 на сколько там, на 640 или на 620, я не помню. Игра прикольная, интересная, но вы будете играть за дебила, да, как, собственно, во всех хоррорах, это дебил уровня, кто-то где-то постучал, он пошел проверять, не стопы убежать, и то есть тактика данной игры, вы приезжаете на машине, вы, как я понял, режиссер, репортер, короче, кто-то с камерой, вы эту камеру любите больше самого себя, и вот, собственно, вы заходите в лечебницу, и там, короче, с первых секунд понятно, что там что-то не так, но вам пофиг, вы такие идете дальше, и такие, мне вообще пофиг, главное заснять сюжет, это как я ролики снимаю, вот, и, короче, когда вы встречаете первого вот этого дебила, он все равно продолжает гулять по этой лечебнице, при том, что все окна в данной лечебнице не закрыты решетками, и по логике он мог их выбить. Ну ладно, не будем уже о моих наболевших про Outlast, игра прикольная, интересная, страшная, очень страшная, очень страшная, я знаю, что говорю, я проходил данную игру в 3 часа ночи, в полной темноте, с громкостью на 100, она страшная. Я всем советую в нее поиграть, я что-то задержался с Outlast, переходим к первому месту. Ну и что ж, ребятки, а на первом месте у нас игра Tom Clancy Ghost Recon Future Soldier, длинное название, согласитесь. Вышла она 29 июня 2012 года от разработчиков Ubisoft Entertainment, я выговорил это первый раз. Собственно, данная игра будет представлять собой, вы будете играть за призраков, это элитные бойцы в составе сил специального назначения, готовы выполнить поставленную задачу в любой точке земного шара. Их работа борьба с терроризмом, нейтрализация вражеских агентов и уничтожение превосходящих сил противника. Со временем этот легендарный отряд перестал быть просто одним из подразделений спецназа и превратился в идеальный инструмент, способный изменить судьбу человечества. Собственно, вы, как обычно, будете находиться в этом отряде, и, собственно, эта игра вроде бы от третьего лица, блин, вот я сейчас ляпнул, а мне потом в комментариях убьют от третьего лица. Это игра от третьего лица, эта игра прикольная, эта игра интересная, чем-то она мне напоминает Playground, Playground Battle, ну вы поняли, новый шутан наподобие выживания, она немножко на него похожа, но она типа раньше вышла, поэтому это он на неё похож, и она на него похожа. Сложно, но игра интересная, прикольная, ещё раз интересная и прикольная, и это просто офигительный шутан от третьего лица, да, с неплохой сюжетной линией, да. Собственно, это был у нас новый топ-5 игр для слабых ПК, я думаю, вы нашли всех женщин, блин, пошло звучит, ладно, вы нашли всех женщин в этом топе, и написали их в комментариях, если вы не нашли хоть одну, сори, но вы не попадёте в ролик. Ну, потому что надо найти всех, это же легко. Я всем желаю, чего бы вам пожелать-то, да, а вы печеньки брали, пишите в комментариях, как раз вы смотрите мои ролики и что-нибудь кушаете, вот, давайте так, если вы смотрите мои ролики и что-то кушаете, напишите в комментариях хатч-тек печенька, вот, напишите. Вы можете писать там свой коммент И написать в конце хэштег печенька Потому что я отвечаю, по-любому что-то кушайте Я всегда что-то кушаю, когда видосики смотрю Ну и что ж, не буду долго затягивать Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Дэн Попрощаюсь оригинально, всем пока, бро Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА